Привет! Перед просмотром восьмой части твоей любимой истории я бы хотел попросить тебя подписаться на меня в Бусте по ссылке в описании. Там можно поддержать канал, а я порадую тебя бонусами. Альтернативные концовки истории, эксклюзивный арт, доп. материалы и ранний доступ к новым видео, и даже добавление в друзья в ВК. Также от твоей помощи будет зависеть, как быстро мы сможем сделать игры и комиксы, потому что от ютуба сейчас отдачи, как вы знаете, совсем нет. Буду очень рад твоей помощи, это поможет делать истории чаще и лучше. Спасибо. За все время, пока я жил до весны в кинотеатре, я повидал много жутких штук. Например, однажды ночью я услышал странный вой на улице. Я старался двигаться бесшумно, подошел к окну, чтобы посмотреть, кого на этот раз принесло к моему дому. Это была стая бродячих собак. Да не просто собака, а собак-зомби. На некоторых из них не было кожи и шерсти. Их клыки блестели в темноте, а глаза светились желтым светом. Из-за этих собак я не мог выйти из своего убежища целых три дня. Они что-то чуяли, но не видели меня. Вода закончилась, а они даже не собирались уходить. Я боялся выйти на лестницу, так как знал, что они могут кого-то привлечь сюда своим лаем. Кого-то пострашнее. Но однажды собаки пропали. Куда делись эти твари? Я постоял возле окна еще немного, но ничего так и не увидел. Нужно было идти за водой. Я ее брал в соседнем подвале. На удивление, там все еще работал кран. Я взял две большие бутылки и осторожно спустился на улицу. В руке я держал палку, утыканную гвоздями. Это я видел в какой-то игре. Слава богу, этих тварей нигде не было видно. Я подошел ко входу в подвал. Кран с водой был внизу, возле лестницы. Туда дальше я не ходил. Уж больно гнетущая и жуткая тишина была там. Я постарался как можно скорее набрать воду. И уже собрался уходить, как вдруг увидел наверху лестницы собаку. Ту самую тварь, которая была возле кинотеатра. Я на автомате шагнул назад. Сзади меня изъял темный проем подвала, куда в здравом умея я бы никогда не пошел. Но тут у меня не было выбора. Я забежал внутрь. Я слышал, как собака бежала за мной. Слышал, как она рычала. Но потом наступила тишина. Раздавался только шум моих шагов. Темнота была такая, что я даже не видел, куда наступаю. Но страх нес меня вперед. Тут стоял жуткий запах гнили. Тут я споткнулся, а что-то мягкое. Что это? Что-то лежало на земле. Я задержал дыхание. Глаза стали привыкать немного к темноте. Я зажег спички. Это была груда. Груда мертвяков. Которые лежали в хаотичном порядке друг на друге. Это было довольно большое помещение. И везде вокруг меня лежали эти груды и кучи мертвяков. Я был в самом центре места их зимовки. И тут один из них поднял голову. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ